Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире программа «Есть вопросы». Не так давно Владимир Путин на встрече с жителями Самарской области, губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным, но поставил вопрос о том, что государственные структуры должны более серьезно и более жестко подойти к регулированию деятельности так называемых нетрадиционных или тоталитарных культов на территории страны. Мы пригласили поговорить на эту тему студию экспертов, которые глубоко разбираются в этой теме, давно занимаются проблемами деструктивных и тоталитарных культов. Это заведующий кафедрой возрастной психологии Павловской социально-гуманитарной академии Лена Матвеевна-Савицкая. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Михаил Иванович Курочкин, доцент кафедры всеобщей истории, кандидат исторических наук, преподаватель истории и религии Павловской государственной социально-гуманитарной академии. Здравствуйте. Здравствуйте. И Михаил Иванович Вершин, социальный психолог, который уже лет 10 занимается проблемой деструктивных и тоталитарных культов. Правильно? Десять? Да. Да. Ну вот, насколько это актуально? В нашем регионе присутствуют все мировые деструктивные культы, которые широко работают в различных странах. То есть, выбор меню очень большой. То есть, секты на любой вкус. В городе, в любом городе, где больше 300 тысяч населения живет, как правило, присутствуют все крупномировые деструктивные культы. Что же их влечет тут так? Люди, доходы, стоимость квадратного метра недвижимости. То есть, остатки экономических ресурсов в семьях граждан. Елена Матальевна, а чем опасно? Ну, понятно, что кроме квадратных метров, наверное, опасно еще чем-то. Чем опасны тоталитарные культы? Ну, собственно, ведь говорят о том, что вроде бы с культами можно попытаться бороться тем, что просто развивать образование в стране, повышать грамотность людей и так далее. Ну, вот есть люди необразованные, занимаются они там какими-то своими делами в этих тоталитарных культах. Ну, может быть, бог с ними, пусть занимаются, если им нравится. Ну, во-первых, я думаю, опасно тем, что это не вот там какое-то определенное количество человек чем-то занялось, чем им интересно. Но такие вещи, как культы или секты, имеют такое обыкновение, как распространяться, быстро развиваться и захватывать все больше людей. Ну, захватывать. Чем опасны? То есть, опасны, наверное, тем, что прежде всего, мне ближе с этой стороны понимание опасности, опасны для психологического здоровья человека. А чем? Опасны тем, что вот они воздействуют на психологическое здоровье человека, они меняют это психологическое здоровье человека. К сожалению, когда у нас что-то не в порядке с физическим здоровьем, ну, более или менее это часто нам видно, слышно, заметно. А когда идут какие-то процессы с психологическим здоровьем, нездоровое уж, простите, да, за такую тавтологию, это гораздо менее заметно, и поэтому это иногда бывает более опасно. Прежде всего, начинаются изменения в психике человека, изменения в его мышлении, изменения в таких вещах, как свобода мыслить, да. Такие вещи, мы вот сегодня с коллегами уже говорили, прежде всего начинают страдать, как особенности мышления, такие, как критичность мышления, самостоятельность мышления, такие вещи, как манипулирование. Да, это в сектах очень часто бывает. Человек становится объектом какого-то манипулирования, он потихоньку перестаёт быть самим собой. И это страшно. В этом смысле, чем отличается тоталитарная культа, это, наверное, скажет любой человек, который так со стороны с вами послуживает, от традиционной религии, да, чем отличается? Ну, наверное, прежде всего. Да, да, сейчас мы продолжим, да. Ну, я только могу предположить, поскольку в этой области у нас есть замечательные специалисты, и мы говорили о том, что, до этого мы говорили между собой о том, что, прежде всего, такие вещи, как неосознанность, насилие над личностью. Если всё-таки человек выбирает какую-то религию, ну, традиционную, чаще всего вслед за или по убеждению, а когда он оказывается вовлечён в какую-то секту или культ, это происходит помимо его воли и желания очень часто. В этом есть некая опасность. Ну, как мне можно помимо воли и желания затащить тоталитарный культ? Михаил Владимирович, как? Ну, как именно... Я понимаю, как я могу в церковь пойти, да, то есть вот я сознательно, понятно, я понимаю, о чём мы говорим. То есть человек решил и пошёл, да, его туда не звали, его не рекламировали, не затягивали, он пришёл сам разобраться со своими взаимоотношениями с высшими силами и с верой. А как меня можно затащить? Вот в этом, пожалуй, одно из главных отличий. То есть вы правильно очень говорите, что когда человек обращается в православную церковь, в мечеть, в буддийский дацан, безусловно, там тоже будут ему изменять психику. Но он сознательно на это идёт, он этого хочет, он сознательно на это идёт, он, безусловно, правильно сказать, сам туда обращается. Более того, в церкви, в мечети человека не удерживают насильно. То есть он туда обращается, он общается с, соответственно, последователями традиционных религий, но они не пытаются его насильно как-то удержать. И самое главное, они не пытаются, скажем так, манипулировать его психикой против его воли и желания, без его воли и желания. Что же касается деструктивных религиозных движений, проблема в том, что есть такое понятие эзотерический разрыв. Наиболее простое его толкование – обманная вербовка. Хорошо, хорошо. Обманная вербовка. Если очень упростить, это обманная вербовка. То есть, когда с человеком говорят о той или иной религиозной традиции, с ним могут на улице вообще говорить не о религии. То есть могут, общаясь с человеком, умышленно и сознательно скрывать. Либо основные, либо какие-то важные, неотъемлемые элементы той идеологии, которую человека привлекают. Причем иногда могут вообще представляться не религиозным течением, а какой-нибудь спортивной организацией, экономической, общественной, философской организацией по изучению культуры, спортивным движением по восточным единоборствам. Там огромный спектр вариантов. И как раз одна из проблем в борьбе с этим в том, что эти организации очень гибкие. Они очень быстро перестраиваются и могут представляться, маскироваться, действовать с помощью практически любой общественной организации. То есть спортивной, экономической, культурологической. И в процессе общения человек не знает, что его влекут именно в религиозную организацию. Или не знает каких-то основных или важных целей этой организации. Они от него скрываются, пока он не попадет туда и не подвергнется психологической обработке. То есть человек, в отличие от православной церкви или исламской традиции, или буддийской, не знает, что ему будут переделывать психику. Это делают, скажем так, против его воли, без его осознанного желания, без его осознанного согласия. Я вообще, кстати, вот так в дискуссионный момент переделывают ли психику в традиционных религиях. Они же представители той традиции, так или иначе, в которой мы живем. Это и есть, собственно, наша психика. Безусловно. Тут переделывают ли? Безусловно. Традиционная религия тут... Я не говорю, что традиционная религия переделывает психику. Я, если вы помните, употребил термин «меняет». Меняет, да. Да, а это немножко разные вещи. Менять можно не обязательно переделывать. Менять можно, усиливая какие-то положительные акценты. То есть традиционная религия, когда человек идет, например, в монастырь, он сознательно отказывается от каких-то искушений, сознательно берет на себя самоограничения для духовного развития. Это, безусловно, меняет его психику. Но это его психику совершенствует. То есть это его психику улучшает. То есть как раз закрепляет лучшие черты. Так а что происходит с психикой жертвы тоталитарного культа? Что с ней-то происходит? Вот как это? Когда вы говорите о отсутствии критичности или еще что-то, такое ощущение, что мы живем в связи в обществе абсолютно критичных, самостоятельно мыслящих, свободных личностей. Когда вы попадаете в культ, вас начинают, как бы, есть разные методики, типологии, которые описывают этот процесс, то, что происходит с человеком в культе. Но, грубо говоря, вас размораживают. То есть вас начинают задавать вам такие вопросы, на которые вы не можете найти ответы. Ставят под сомнение ваш опыт, ваши действия. Вы начинаете переоценивать опыт. И вас доводят до состояния, когда вы перед группой капитулируете. Когда вы говорите, что все, что вы делали до этого, было неправильно. Все, что делали ваши близкие, тоже неправильно. И после этого, как вы капитулируете, группа вам дает новое имя, обнимают. У вас новая модель поведения. Фактически вам создают новую личность. Это отличается от шизофрении. То есть здесь две личности знают друг друга. Но вы начинаете, как бы, берете на себя личность и модель поведения с совершенно новыми правилами. А старый опыт у вас заблокирован. Он грех. То есть все, что вы говорите про прошлое, это значит, вы плохо верите или что-то еще. И вас заставляют быть пятилетним, восьмилетним ребенком фактически. И вы поете детские песни про Иисуса. И доходя до того, у меня были клиенты, они просили разрешения, сорокалетние взрослые люди, сходить в туалет. Они сами не могли принимать это решение. То есть отучим их до такой степени. То есть вот эти методики остановки мышления, они все как бы из нормальной психологии взяты. Вопрос, у кого скальпель в руках, у хирурга или у маньяка. И здесь они доводят людей до того, что они самостоятельно не могут принимать решения. И такие люди очень удобны, потому что у них есть цель абсолютная. Мир во всем мире, счастье во всем мире, или прийти к власти и сделать золотую эру развития человечества. И за этой морковкой, которая, как абсолюция, люди готовы жертвовать всем, чем угодно. Вот такой вопрос тогда, коллеги. А, собственно, откуда тогда они берутся-то? Вот откуда берутся на нашей территории, в России? Да вообще откуда они берутся? Что-то свое возникает, что-то приходит из других стран. То есть глобальная экономика, миграция идей, течений, предложений. То есть часто это связано с тем, что у нас, как раз сегодня с коллегами говорили, отсутствует культура психологического здоровья. То есть если с физическим здоровьем еще более-менее, то психологического нет. И мы готовы пользоваться, читать книги. Вот, например, очень популярная книга Стивенковия «Семь наук эффективных людей». Никто не знает, что он там четвертое или пятое лицо в секте мормонов. Это как раз та секта, которая на Западе обвиняется в том, что он сексуально насилен над детьми. Ну, кстати, вот насчет мормонов. Они же вроде бы относительно традиционные для американцев. Для американцев, да. Они считают их миссионерскими группами и не относят их к деструктивным культу. А для нас? Так было не всегда. В 19 веке в Америке мормонов не считали традиционной религией. И были достаточно жесткие конфликты между протестантами и мормонами. Вплоть до перестрелок, вплоть до вооруженных конфликтов. Там пирамиды были еще финансовые. Они очень много занимали денег, и много людей за ним просто охотилось. Верните наши накопления. Да. И основатель мормонов, он, в общем-то, погиб в результате фактически самосуду судом Линча. Вот так вот. Да. Что, в общем, не характерно для... Семь навыков эффективных людей, как погибнуть сюда Линча, и одно осталось с деньгами. Вот, да. И более того, толпа взяла штурмом тюрьму, чтобы это с ним сделать. Неплохо. А он отстреливался из револьвера в рамках эффективности. Ну, конечно, легенда, романтика. Большая, можно сказать, специфика нашей области, то, что очень много культов, вот как раз мы общались с коллегами, работая с детьми и под видом детских организаций. Вот, вот, вот. Это очень важно, на самом деле. Как это вообще происходит? Как они могут попасть к детским... Ну, вот, Елена Матвейна может сейчас поделиться опытом. Вы знаете, такие вот... Что же опытом-то? Она одна из первых специалистов, кто за полтора-два года стал говорить правительству Самарской области, что не всё в порядке с одним пионерлагерем, где за полтора года до этого она пыталась предупредить, что есть организации, которые наносят вред детям. Ну, это что, Елена Матвейна? Вы знаете, вот я как бы, ну, такое косвенное отношение имею к вопросу, хотя, может быть, сейчас уже можно сказать и прямое, но когда-то раньше косвенное, к вопросам тоталитарных сект. Уксекторизм, скажем так, да? Да, конечно. Я сталкивалась как бы уже с результатом, достаточно отдалённым результатом их действий. Каким? Всё чаще и чаще на приём стали приходить клиенты по вопросу, что рушится семья. Да, то есть один из супругов в ужасе, да, от того, что вторая половинка, неважно, были и мужчины, и женщины, попали в какую-то секту, забрали туда детей, да, и это начинало тревожить. Особенно тревожить начинало тогда, когда из семьи начали пропадать вещи, деньги. В самом деле. Тогда, да, что-то материальное явное. Я говорю, а разве вы не видели, что что-то внутри, так сказать, что-то духовное поменялось? Да, кстати, пугает больше всего. Сначала пропадают дети, а потом деньги. Начинаешь обращать внимание, деньги пропали. Вот что пропадают деньги или жилые квадратные метры, на это обращают внимание сразу. Это внимание больше, чем на детей. Как дело доходит до суда, у нас были такие совместные случаи. Я говорю, подождите, а с чего всё началось-то? Почему вдруг куда-то отдали ваши метры? Даже не себе она взяла, а кому-то третьим сторонним лицам. Начинаем раскручивать всю эту историю, становится ясно, что просто половинка семьи оказалась в какой-то секте, утянула туда детей, а вторая половина очень долго этого не замечала. Но не получается ли, что это половина, которую тянули в семье, уже брошенная была? Вы знаете, а это, наверное, одно из самых выигрышных, ну, в кавычках, момент любой тоталитарной секты. Они уделяют огромное, искреннее, вот обволакивающее внимание человеку. То, чего нам страшно не хватает. Второй... Старует эти внимание. Конечно, конечно. Термин такой, славбомбинг, бомбёжка лестью, точнее не любовью, а лестью. То есть они специально, но у прибывшего, обрабатывают максимально комфортную среду ему, создавая, чтобы все эмоциональные связи переключались внутрь организации, чтобы ему там было лучше, чем в семье, лучше, чем на работе. У нас есть в центре семья, вот в районах, некоторые деструктивные культы делают там ремонты для помещений, бесплатно всё. У них маленькая просьба, доступ к базе данных, социально не обеспеченных слоёв граждан Самары. А дальше в дверь звонит вербовщик, и он уже знает, что Василий Петрович пьёт, и этот кошек не любит, и они уже знают, о чём говорить. — Что же с детьми в лагере? — Да, ну и вот вторые, так сказать, сигналы. Вот сначала семьи, причина, повод к разрушению семьи. Вторые стали приходить информация от родителей, какие-то странные вещи происходят с детьми в лагере. Кто? Волонтёры, добровольцы, я не знаю сейчас, как назвать, педагоги, да, может быть, даже какие-то психологи, бесплатно, безвозмездно приезжали в лагерь, и начинали устраивать какие-то непонятные занятия с детками, какие-то непонятные разговоры, да, формы, помните, была странная. — Под непонятными это голые дети, заряжающие энергией солнца. Бывает же непонятно просто, ну, что-то новое, инновационное, в данном случае здесь было, ну, странное. — Меня сразу это очень насторожило, обеспокоило, я думаю, может быть, я что-то упустила давно уже. — То есть не знаете свежие методики какие-то полезные? — Совсем свежие методики, раздевшись, стать и ждать, мальчики, девочки подросткового возраста, то есть явно что-то нездоровое в этом во всём было. Дети по-другому стали себя вести, родители забеспокоились, всё нормально, ведь внешне детям уделяется огромное внимание. Их учат добру, солнцу, теплу, а на самом деле... — Заботе о природе. — Заботе о природе, а формы, в которых это происходит, страшные. Почему особенно опасно это для подростков? Ну, это вообще, мы сегодня тоже об этом уже говорили, нет вот такого узкого, так сказать, узкой группы риска, вот только и только. Значит, есть несколько групп риска попасть вот под это влияние. Прежде всего, это мне ближе всего, это особенности возрастные, потом это особенности социальной ситуации развития, что-то происходит в жизни у человека, и мы не потому что от него отвернулись, просто нам некогда, мы все заняты своим делом. — Своим делом. — И вдруг кто-то нашёлся, кто занят только им. И это настолько притягивает, что в любом возрасте можно оказаться там, вот просто увидев там единственный спасительный выход. Рядом никого не оказалось. А что касается подростков, там совершенно всё понятно. Ну, во-первых, это возраст буря и натиска, это раз. Во-вторых, это возраст, про который Лев Толстой очень красиво написал. Он написал так. «Пустыня отрочества». Не важно, что это было сказано много лет тому назад, до сих пор. Это возрастная закономерность. Если ребёнок в переходном периоде ещё не взрослый, но уже не ребёнок, он главное, что ощущает, ощущает себя одиноким в пустыне. Помните, главное, доживём до понедельника, если ещё наши зрители помнят этот фильм, что такое счастье. Счастье – это когда тебя понимают. — Ну да, или хотя бы делают вид, что понимают. А здесь люди делают вид. А на этом всё и делают. То есть те же сатанисты как работают. Тебе, как бы, подросток очень часто ощущает, что ему не хватает свободы, что его не понимают, не хватает свободы. И начинают объяснять, что они же тебя не понимают, что мы же тебя сделаем по-настоящему свободным. Мы же только мы тебя понимаем, только мы верим, что ты свободный, что ты хороший, что ты лучший. Есть один вариант. Другой вариант – могут работать, допустим, на каких-то идеях патриотизма. Есть целый ряд, сейчас, скажем, тема стала модной, есть вокруг этой темы социальное напряжение, есть целый ряд религиозных, деструктивных организаций, которые целенаправленно сейчас активно поднимают тему патриотизма, которые говорят о том, что они будут бороться с НАТО, которые говорят о том, что они будут, соответственно, защищать интересы России. И если говорить это грамотно, самая страшная ложь та, которая 50-70 и больше процентов правды. Вот если грамотно начать говорить о том, какие есть внешние угрозы, как важен патриотизм, а потом туда вставлять, вкраплять определенные элементы, то очень легко, так сказать, подростков, которые этой темой влекаются. Это второй вариант. А третий вариант бывает, что даже через школы. Когда, например, было такое церковь-объединение Сан-Мин-Муна, и они предприняли специальные усилия, тогда вводился в школах курс этического и эстетического воспитания, и они предприняли специальные усилия для того, чтобы создать учебники, полностью соответствующие этому курсу по внешним формальным признакам, но, соответственно, построенные в рамках муницкой идеологии. И они попали в образовательное учреждение. И они попали в 90-х годах в образовательное учреждение. Нет! Это вот конец 90-х. В Самаре 15 школ были по контролям. Два заучи и семь учителей, которые распространяли эти учебники. Ужас какой-то. Нет, ну это не только была специфика Самары. Они в год проводили тренинги, семинары для 10 тысяч. Учителя приезжали, они даже не знали, что они попали к муницам. Они считали, что они проводят занятия. Как раз пример обманной вербовки. Они не говорили внешне. Причем, так сказать, самую нужную группу. Да, конечно, естественно. У меня еще огромная сфера воздействия. А как прививаться-то от этого? Как бороться, господа? Что делать? Критическое мышление. Нет, критическое мышление это понятно. Мы с вами лично можем дать советы. Будьте критичны по отношению к тому, что с вами делают. А в глобальном плане, в плане, может быть, общественным, государственным, как бороться с этим? Какая прививка от этого может быть? Прежде всего, конечно, в полной мере прививка это не может быть. Но каким-то облегчением может послужить что? Во-первых, нужна государственная программа. И тут, в принципе, в разговоре с губернатором это упоминалось. Эта идея хорошая. Создать в рамках государственной программы через экспертные советы список организаций, которые, соответственно, на официальном уровне экспертными советами религиоведов, как раз тех, у кого есть критическое мышление, признаны опасными хотя бы для того, чтобы пускать их в школы, в учебные заведения, где работают с молодёжью, в культурные мероприятия культуры. И такой список довести до сведения. Каждого директора школы, каждого заоща. Но это только одна из форм. Есть и другие формы. Я, к сожалению, просто с Михаилом не согласен, потому что половина организаций этого списка, они зарегистрированы как религиозные организации, действуют легально. Официально. Не нарушая законов, то есть и всё остальное. И создание этих списков – это автоматически нарушение двух, трёх, четырёх законов. Потому что, ну... То есть ещё и они на вас могут суд подать, да? Могут, а подадут. Потому что как вы можете какие-то списки составлять из организации, если они не нарушают закон? Если они зарегистрированы в Самаре или в других регионах, как религиозные... Но не все зарегистрированы. Списки можно унестить, по крайней мере, те, которые не зарегистрированы, чьи материалы прямо противоречат закону. В итоге мы победим ангину, но организм врёт отсюда. То есть, получается, что президент был прав, что нужно совершенствовать нормативную правовую базу. Да, и очень сильно. И культуру сотрудников, и как правоохранительных, и следственных, прокуратуры, потому что у них понятие религиозной тематики очень слабо развито. То есть, когда сталкиваешься с какими-то судебными делами, приходится 3-4 часа просто объяснять сотруднику прокуратуры, что такое религия. Но люди же выросли в атеистической стране, в Советском Союзе. Они даже не знают, что это такое вообще. Но они занимаются этими делами в суде, и в итоге эти дела разваливаются, потому что у них нет простых представлений, что такое религия, что такое не религия. Боюсь, я вот даже задать этот вопрос, знают ли об этом судьи. Как-то та же проблема. Это проблема огромная. Иногда догадываются или им кто-то советует и привлекает экспертов. А вот если экспертов не привлекают, то такое дело, даже если оно доходит до суда, тем более, что есть достаточно значительные финансы, часто у представителей деструктивных организаций, они могут нанять квалифицированных адвокатов, и если с противоположной стороны нет качественных экспертов, юристов, то, соответственно, это дело достаточно легко в суде развалить. А если такие дела разваливаются, то постепенно, соответственно, по отношению к этим делам формируется определенное представление в среде тех, кто ими занимается, что это дела очень сложные, что это дела очень трудные. Доводить их до суда эффективно очень сложно. Плохая примета. Лучше не связываться, да? Ну да. И не только сверху, хотя, может быть, с этого следует начать, но обычно что-то решается гораздо быстрее и эффективнее, если еще и снизу будут приняты какие-то меры. Снизу я имею в виду информирован, значит, вооружен. Вот давайте, как у нас время немножечко заканчивается, давайте пару-тройку советов, как лично-то уберечься от этой проблемы. Как уберечь тебя и своих детей? Может быть, пару-тройку советов свидетелям? Не принимать быстрых решений, и если что-то новое, то, ну, как сейчас любят говорить, погуглите, поищите критические отзывы, почитайте их. То есть не принимайте быстрых решений. Как правило, о большинстве известных культов и сект уже есть критическая информация. Вбейте название книги, вбейте фамилии авторов или этих преподавателей, тьютеров, название организации, и почитайте информацию. Я могу в рамках добавления назвать конкретные фамилии экспертов. То есть это, прежде всего, Евгений Новомирович Волков, один из крупнейших экспертов. Ты из Нижневного. Да, искать в интернете не вообще адресно. То есть в какой-то мере общую информацию может дать изучение книги сектоведения православного эксперта Александра Дворкина. Он, конечно, даёт свой взгляд, но, тем не менее, эта книга доступна достаточно. Она массовая, и какую-то, так сказать, предупреждительную информацию она позволит дать. Кроме того, я бы хотел, скажем так, предупредить, что вообще надо с осторожностью относиться к ситуациям, когда на улице или когда в школе на непредназначенном для этого курсе начинают говорить о тех или иных сверхъестественных высших силах. Малознакомые и непонятные люди. Малознакомые и непонятные люди. Или преподаватель физики, скажем, или преподаватель, допустим, я не знаю, литературы. Любой преподаватель, кто не ведёт специализированный курс, кто не проходил специализированные подготовки, и который начинает рассуждать как бы без конкретики не о традиционных каких-то религиях, а о каких-то достаточно общих посторонних вещах. Ирна Матвеевна, вы что посоветуете? Буквально несколько слов. Если вы уж приняли такое решение, совершили такой шаг, стали родителями, то будьте добры, всегда помните, что воспитание ребёнка – это не только одеть, накормить, где-то с ним погулять, но это ещё вы отвечаете за его психологическое здоровье, за его духовную жизнь. Будьте прежде всего внимательны к своему ребёнку. Старайтесь, так сказать, уделять ему как можно больше внимания и обращайтесь за помощью. Сейчас, слава Богу, у нас есть очень много возможностей, кроме даже интернета, те же центры диагностики, центры семья. Во всей Самарской области уникальная ситуация ведь у нас в области, куда можно обратиться за помощью бесплатно, только вовремя это сделаете. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Ну, что ж, подводя итог, стоит, наверное, сказать, давайте сделаем так, чтобы незнакомые люди не становились нашим близким, более родными, чем мы с вами. Не оставляйте людей в одиночестве, чтобы никто не украл их душу. Спасибо большое за внимание. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова